Радио 54 Первое. Областное радио Вопросы бывают разные Готов ли ты спать в спальнике 10 дней Готов ли ты помогать бабушкам чистить снег Готов ли ты играть с детьми 3-4 часа в сутки Вопросы совершенно разные Вообще, если мы говорим об этой акции, то в первую очередь она чему посвящена? То есть на что она направлена в первую очередь? О чем эта история? Эта акция направлена именно на работу с жителями населенных пунктов районов области Это не районные центры Они тоже входят, но мы делаем приоритет на отдаленные населенные пункты Где наши ребята работают со школьниками Они проводят занятия по здоровому образу жизни Занятия по профориентационной работе То есть они рассказывают, куда эти школьники могут поступить в Новосибирске В какие учебные заведения Конечно, не забывают про студенческие отряды Что есть такая общественная организация Какие в ней есть возможности Далее они проводят спортивные игры товарищеские с молодежью населенных пунктов И в вечернее время, естественно, оказывают социальную помощь В дневное время тем категориям граждан, которые, опять же, особенно в ней нуждаются Это одинокие пенсионеры Ветераны Великой Отечественной войны Ветераны труда Труженики тыла Ну а вечером уже показывают концертную программу Что такое социальная помощь? Что делали конкретно в этом году? Ну там перечень работ очень разная Я думаю, Анастасия может более подробно рассказать Ну тогда, Настя, по-моему, из местных каких-то историй Конкретно в этом году было очень много работы Было очень много снега В основном это уборка снега Уборка придомовых территорий То есть там почистить тропинку Откидать дровник Где-то мы помогаем бабушкам уже в самом доме Вот, то есть работы совершенно разные Иногда бывают даже работы коммунального характера Там где-то помочь детскому садику Там откидать дорогу Откидать светофор А вообще студент любого курса может принять участие в этой акции? Студент, который является бойцом студенческих отрядов, да? То есть надо вступить в этот отряд, да? То есть буквально с первого курса, если я вступил То, соответственно, могу сказать Да, да, такая возможность есть, да А как выбирались населенные пункты? По какому принципу? Вот этому пункту помощь точно нужна, а сюда нет, не поедем Или как это было? Работа строилась очень длительный период С октября мы начали работу Здесь большое спасибо и правительству Новосибирской области И мэрии города Новосибирска за содействие Которые мы проводили совместно с ними в этой системной работе И населенные пункты выбирались именно администрациями районов То есть именно туда отряды отправлялись Поскольку, как я уже упомянул В этом году мы в третий раз посещали все 30 муниципальных районов То они старались населенные пункты менять Чтобы это были другие, которые еще не принимали участие в акции Ну и, конечно, здесь большой вклад тех социальных работников Районов области, которые формировали вот этот вот перечень адресов Которые нуждаются в помощи Настя, а может быть была какая-то история Которая откровенно очень сильно запала в душу Может быть вы встретились с какой-то ситуацией Которую не ожидали Видите, или она была тяжеловата для исполнения Вот какая-то такая была? Да, возможно Да, конечно Вот уже рассказывали, что мы проводим товарищеские матчи Обычно со школьниками в этом году в Качковском районе Мы приехали в одну деревню Изначально мы провели товарищеский матч по волейболу со школьниками Там обычно ребята все очень подготовленные, такие сильные, настоящие спортсмены А потом нам говорят Ребят, у нас есть еще одна команда Команда ветеранов Мы думаем, ну что же у нас мальчики сильные Все такие девочки Это там вообще Ага, мы как вышли Мы-то как поняли, что мы просто, конечно А где это было, как красак? Это было в Качковском районе Деревню, я уже точно вам не напомню То есть в Качковском районе живут вот такие вот ветераны И в итоге они вас победили, да? Да, они нас победили Ничего себе Ну, поскольку акция проходит уже в девятый раз Возможно, какие-то изменения произошли у вас Возможно, охваты увеличились Вообще, как бы вы могли ослезать в эту тенденцию? Ну, у нас, поскольку, опять же, такой охват уже традиционно большой Да, то есть мы единственные в России, которые посещают все территории своего региона Но отличительная особенность нашего десанта Во-первых, в этом году мы делали особенный акцент на юбилеи Победы В Великой Отечественной войне И это отражали в своих концертных программах абсолютно все отряды Что в населенных пунктах было особенно трепетно воспринято Поскольку все разделяют тот подвиг героев, который был в годы Великой Отечественной войны И второй момент У нас тоже отличительная особенность акции Что у нас принят участие уже шестой год представители РУДН Это афроамериканцы уже Их в этом году уже было трое у нас То есть вы их прямо в наш сибирский снег не боясь? Да, один из них зовут молодого человека Люка Он уже студент аспирантуры Но все равно шестой год подряд приезжает в акцию Берет уже отпуск на работе в УЗИ И участвует, выезжает в район области, где производит всегда такой фурор Где с ним всегда огромная очередь, чтобы сфотографироваться Он такой очень талантливый парень общительный, поэтому... Нет, но если такой красавчик у тебя убирает снег с крыши дома По-моему, это потрясающе Было бы необычно, да Вот такая акция «Снежные дедесанты» В одном из районов мы были у бабушки, которая живет абсолютно на окраине деревни Там деревню разделяет река на две стороны Мы были у бабушки, которая уже живет с одной кошкой К сожалению, ни мужа, ни детей у нее уже не осталось Когда мы туда пришли, мы не увидели даже протоптанной тропинки Вот так, к ней уже никто и не ходит Нам было совершенно непонятно, почему даже нет тропинки Там не было прокопано ни тропинки до дома, ни тропинка к колодцу Вот, мы сделали все, что могли Мы там на этом адресе помогали всем отрядом Как она вас встретила? Как отреагировала? Очень тяжело Она отреагировала прям слезами Она сказала, неужели такие ребята еще остались? Вот ради этого существует снежный десант Кстати, пишут, что в татарском районе побывал снежный десант Замечательные ребята, спасибо большое всем Не обманывают? Были в татарском районе? Были в татарском районе, да Были Кто живет в татарском районе? Расскажите, что за люди? Вполне возможно, какие они? Мы можем, например, в Новосибирске думать Как-то одну историю про них На самом деле в татарском районе Вот вы приехали, а там такие вот ребята, которые могут Как ветераны, про которых вы рассказывали Которые могут победить в волейболе всех Кто в татарском? Какие они? Да везде люди очень хорошие, отзывчивые Ну, по крайней мере, отрядом десанта попадаются именно такие Может быть, потому что сами ребята в десанте Они очень позитивные и заряжают своей энергией от других жителей Кстати, во многом поэтому мы сейчас услышим, наверное, славу благодарности Одного из тех людей, которые мы побывали Так, да, пришло аудио на WhatsApp Бери называется Бери, да, бери это Давайте послушаем, что пришло Мои бабушки приезжают каждый год парни в Волотнинский район Она всегда их рада видеть, слышать И они там песни для нее даже поют Вот так, от Волотнинского района Пристело большое спасибо Пишет Артур Точно знает, что снежный десант способен счастливить любого Привет вам, ребята Живи, как ребята сейчас разрезились Ну, это вот это настоящее сообщение Которое приходит вот сейчас в прямом эфире Посвященное снежному десанту Посмотрите, какое замечательное дело делаете Спасибо за такие отзывы Очень благодарны Мы проводим большую работу Еще с октября месяца велась подготовка отрядов к акции Как я уже помянул Поэтому спасибо большое Все делается не зря Леонид, ну а если мы говорим все-таки о закрытии акции Когда она состоится, что в ней будет? Состоялась уже А, уже состоялась Извините меня Нет, отряды уже вернулись Вернулись Закрытие у нас только будет То есть я зря извинился здесь, да? Когда закрытие, какие планы на это мероприятие? Торжественно подводить итоги Мы будем 17 февраля Это теперь государственный праздник День российских студенческих отрядов То есть в этот день по всей России проводится комплекс разных мероприятий Конкретно в нашем регионе Мы запускаем старт наборов движения студенческих отрядов Уже в принципе, которые будут работать в летний период Также мы будем встречаться с губернатором Сибирской области В плане именно развития движения студенческих отрядов в этом году И будем закрывать эту акцию В рамках закрытия отряды выступят своими творческими номерами Которые показывали в районах Получат свои награды за проделанную работу И отряды, и лучшие бойцы в этих отрядах Ну и конечно мы поблагодарим районы области Которые оказывали поддержку в проведении данного события Настя, скажите, как на вас лично повлияло участие в этой акции? Вполне возможно, вы начали смотреть на какие-то вещи по-другому Возможно, для вас люди открылись с другой стороны Какой-то инсайт случился Было что-то такое? Конечно, да Я пересмотрела, в принципе, свою резиную позицию И считаю, что я съездила уже три раза в акцию «Снежный десант» И считаю, что это только начало Радио 54 Первое областное радио